Здравствуйте! Это ЕТВ телевидение мнений. В студии я, Оксана Маклакова. Мы работаем в прямом эфире, чтобы вы в любой момент могли присоединиться к нашему разговору. Это программа «Сумма мнений» сегодня в выпуске. И квартиру купить, и пенсионерке помочь, или как пожизненная рента обернулась пожизненной карой. Разберемся с экспертами в плюсах и минусах ренты. «Танцуй, пока можешь скакать» – мастер-класс по ирландскому танцу в проекте «Уралдог». Женщины вперед на баррикады! Кто и почему становится феминистками? Наш сегодняшний вопрос звучит так. Как вы относитесь к феминисткам? Удивительно, но и в 21 веке, когда, казалось бы, все права и свободы давно отвоеваны, женщины по-прежнему выходят на баррикады. Своя группа «Радикальный экстремизм» есть и в Екатеринбурге. Сегодня ее участники принимали активнейшее участие в обсуждении статьи писательницы Елены Георгиевской «Почему я феминистка?». Обсуждение продолжится у нас в студии буквально через полчаса. Пока предлагаю вам проголосовать, поучаствовать в нашем голосовании, выбрать любой из вариантов. Кто-то должен защищать права женщин? Феминизм – оправдание для неудачниц? Или я поддерживаю их принципы, но против акции протеста? Голосуйте, обсуждайте, пожалуйста, у нас на сайте и в наших социальных сетях. Звоните нам в прямой эфир, звоните нам по скайпу. А пока к новостям этого дня. С коротким обзором мой коллега Владислав Горин. Здравствуйте, это новости на ЕТВ. С молотка продан самый большой кусок земли в Екатеринбурге из еще незастроенных. Площадки, а формально участка 2, вместе взяты – это полгектара земли. Продали территорию за 54 миллиона рублей. И земля находится в районе широкой речки, она предназначена для строительства жилья. До конца года пройдут аукционы еще по пяти участкам для возведения жилых высоток. Бравурная часть новости заканчивается. Строители из гильдии строителей Урала выпустили пресс-релиз. Они вспомнили, что с этого года все свободные земли Екатеринбурга находятся в руках областной власти. И что еще весной Министерство госимущества области обещало продавать много земли, чтобы строительство не встало, а цены на жилье не поднялись. Всего в распоряжении чиновников 19 тысяч гектаров земли. Застройщикам надо не менее 150 гектаров в год. Лучше большими кусками, чтобы строить сразу микрорайоны. В гильдии резюмирует на деле специалисты Министерства за все время своей работы с 19 тысячами гектаров неразграниченных земель сумели реализовать на торгах лишь 8,31 гектара. Остаются еще запланированные аукционы в декабре, но даже если они состоятся, удовлетворить потребности строительного рынка, которому нужна сотня гектаров, уже не удастся. Конец цитаты. Если говорить не так дипломатично, ждите рывка цен на квадратные метры в ближайшем будущем. В Екатеринбурге проектируют первую межрайонную велодорожку. Угадайте, какой район свяжется с центром велотрассы? Юго-запад. Протяженность маршрута 6-7 километров. Сейчас велодорожки закладывают в проекты дорог, которые только строятся или подвергаются реконструкции. Ну, например, как на Рощинской в микрорайоне Уктус-Левобережный. Также в планах оснастить велошоссе улицу Большакова после ее реконструкции. Первая дорожка с юго-запада пройдет через культурно-развлекательный комплекс «Уралец», «Зеленую рощу» и спорткомплекс «Юность». Ширина дорожек там будет 3,5 метра, поверхность будет покрыта качественным асфальтом и, конечно, будет устроено освещение. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил найти дополнительные деньги на развитие региональных авиаперевозок. Авиакомпании получат субсидию на сумму 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Надеемся, что и Уралу что-то достанется. Даже в такой густонаселенной по российским, конечно, меркам области, как Свердловска, есть места, где без авиации нет цивилизации. Надо летать, пока Север не опустел. А Совет Федерации разработал законопроект о защите телефонных абонентов от спама. Документ вводит понятие рассылки по мобильной сети, коротких текстовых или иных неголосовых сообщений и разрешает только такую рассылку, на получение которой абонент дал свое согласие. Операторов связи обяжут блокировать всех, кто отправляет сообщения без разборов. Сейчас на нежелательные смс-ки жалуются 76% россиян. Пух даст, с нежданными ночными сообщениями, наконец, будет покончено. Я представляю абсолютно новую услугу в Екатеринбурге. Это аренда растений. Вы звоните нам, заказываете выезд дизайнера, мы вам привозим готовые растения. Выбор очень большой. Как растений, так и вазонов. Они могут быть цветущими, вечно зелеными. Растения для помещений в стиле хай-тек. Даже большие растения легко передвигаются, они мобильны. Самый большой плюс – не нужно тратить много денег. Вы можете взять красивое растение, попользоваться им и вернуть через какое-то время. Выгода налицо. Все заботы по обслуживанию растений мы возьмем на себя. Эту эксклюзивную услугу вы можете получить в студии флористики Светланы Савельевой. Пожалуйста, обращайтесь. Буду рада быть вам полезной. Пожизненная аренда появилась на риэлторском рынке, на рынке недвижимости. Как благая весть, как такая суперидея, когда от каждого по возможностям, каждому по потребностям. Судите сами, одиноким пенсионерам, внимание и серьезная надбавка к пенсии, людям, не накопившим капитал на покупку квартиры сразу, возможность купить эту квартиру не сразу, а с перспективой, отсрочно. Но это только в теории, на практике десятки, если не сотни обманутых ожиданий. Причем обманутых ожиданий не только у пенсионеров, но и у так называемых рентоплательщиков, у покупателей квартир. Почему так происходит? Как не ошибиться с заключением договора пожизненной ренты? И стоит ли вообще заключать такой договор? Будем разбираться сегодня с нашими гостями у нас в студии. Светлана Гребенец, риэлтор. Здравствуйте. Нина Антонна Воробьева, пенсионерка, человек, пострадавший в ситуации с пожизненной рентой. Сейчас мы послушаем вашу историю. Наталья Акулова, юрист. И Наталья Долголева, адвокат. Здравствуйте. Здравствуйте. Нина Антонна, расскажите, пожалуйста, как так произошло, что вы потеряли свою квартиру? Ну, будем говорить, по бумагам потеряли. Я очень долго дружила с соседкой. И, значит, у меня нет близко родственников. Они далеко все находятся. И я болела часто и предложила своей соседке, что я ей оставлю квартиру взамен. взамен, 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 как будто ренты. Они обещали мне помогать, обещали и лекарства. И часто она ко мне ходила в больницу. Ну, то есть, пришла соседка и предложила вот тот самый договор пожизненной рентой. Я сама ей предложила. Она сказала, что я уже, мне тоже скоро 60, я хочу, чтобы на сына вы оформили. Ну, я как ей, собственно, на нее надеялась. И поэтому я согласилась на сына. А он риэлтор. Значит, все он тоже мне обещал. И мы поехали с ним однажды, когда договорились, 9 ноября поехали с ним в Антей. В регистрационную палату? Да, в регистрационную палату. Там он бегал, бегал по окошечкам, предложил мне расписаться. А я перед этим сбегала в магазин и забыла дома очки. Купила батон, мурочки, купила питание. Все. Мы с ним договорились в 9 часов. Я, значит, прибежала 10 минут 10-го. Быстро, быстро, не успела двери открыть. Выходите, Нина Антоновна. Я все выбросила на стол и вышла. И мы сразу поехали. И были без 15, 9. Мы уже были. В итоге вы поставили свою подпись. Как оказалось, где? Я думала, что оказалось, что я поставила подпись на куплю-продажу. Он мне очень долго не отдавал документы. Я просила у него эти документы. Он сказал, что возил меня к Пестереву. Подписывать эти, сочинять с ним, составлять с ним этот договор. Но мы никуда не ездили. Ни разу. Нина Антоновна, я предлагаю посмотреть сюжет. Наши коллеги снимали сюжет в новости про вашу историю. Посмотрим сюжет и продолжим разговор. Все бумаги, я так понимаю, есть у нас в студии. Можно поговорить предметно. Это он мне сказал за талон, а это сказал до рента, рента. Договор, который стоил ей квартиры. Нина Антоновна разглядывает уже три года и до сих пор не верит, что купилась на обман. Идея оформить дом на соседку в качестве благодарности за пожизненный уход казалась очевидной. Та все время ей помогала. Но договор ренты подруга предложила заключить с ее сыном, риэлтором, который не постеснялся нажиться на слабовидящей пенсионерке. Говорит, подпишите, листочек мне какой-то дает. Я у женщины еще спросила, а что здесь? Талоны беру. Я говорю, да. Ну, за что я подписываю? Талон? Да, да, талон берем. Потом опять бегал, бегал. И говорит, подпишите еще. Там стоял долго. Я говорю, да это за что? Рента? Рента, рента. Все будем помогать, все делать. Но оказалось, что не глядя, бабушка подписала договор купли-продажи. Причем по бумагам выходило так, что за свою квартиру на руки она получила почти 2 миллиона рублей. Пенсионерка пошла в суд, чтобы там сделку аннулировали. Но решение вынесли не в ее пользу. Именно за этой дверью, буквально в нескольких шагах от квартиры Нины Воробьевой и жил риэлтор вместе со своей матерью. Но, как только стало известно о махинациях с договором, соседи поспешно съехали. С тех пор все разговоры вели только по телефону. Вот и сегодня по телефону риэлтор Илья рассказал нам, не видит в этой сделке ничего противозаконного. Мол, бабушка все придумала. Она знала, что подписывает именно договор купли-продажи. А судиться начала потому, что ее не устроила выплаченная сумма. У меня есть решение суда, я выявил в суд, что сделка у нас пошла легитимно, все деньги ей получены и все хорошо. Нина Антонна сейчас ведет себя как хамелеон. То есть сначала ее не устроила сумма, которую я ей заплатила, ей показалось, что этих денег мало ей. Сейчас она пошла в суд и говорила, что договор ренты какой-то с ней заключался и так далее. Сейчас юристы Нины Воробьевой собираются обжаловать решение мирового суда. Адвокаты говорят, кроме расписки, подписанной полуслепой бабушкой, других доказательств того, что ей передали деньги, нет. У нас остался шанс вернуть хотя бы деньги, которые якобы она получила за эту квартиру. На самом деле, конечно, она денег не получала. Мы постараемся это в судебном заседании все доказать. Но еще бы хотелось надеяться на то, что у этого ответчика проснется где-то совесть и, возможно, в добровольном порядке либо вернет квартиру, либо все-таки вернет деньги. Благо, хоть в договоре купли-продажи прописаны, что Нину Антоновну новый хозяин выгнать на улицу не вправе. Однако именно ей сейчас приходится платить за коммуналку. Защитники-пенсионерки собираются добиваться возбуждения уголовного дела по статье мошенничества. Несмотря на все сложности, бывшая выпускница детдома Нина Воробьева веру в людей не потеряла. Я всем доверяю. Потому что воспитательница жива еще. Она мне говорит, что у нас была председатель дружины. Как мы учили? Верить, верить. Ниночка, верь. И тебе будут верить. Я верила. У нас в студии мы плакать не будем. Давайте сразу договоримся. Наталья Аркадьевна, а почему отказали в возбуждении уголовного дела? Казалось бы, мошенничество налицо. Просто отказ. Без всяких объяснений. Мы ходили сами на прием. Нина Антоновна давно уже эти заявления пишет. Но я так понимаю, что даже никого не допрашивали. Хотя он нам говорил о том, тоже интересный такой факт, в последнем судебном заседании он нам говорил о том, что ему в полиции, простите, сказали, если Нина Антоновна будет приставать к вам с деньгами, вы напишите на нее заявление о вымогательстве. Поэтому я бы, говорит, подумаю и возможно такое заявление напишу. Потому что деньги Нина Антоновна получила. Поэтому я не знаю, что там с полицией. Они нам никакого ответа не дали. Документы по делу гражданско-правовому были им все переданы. Ответы мы, к сожалению, не получили. Два судебных слушания и сейчас какие перспективы? Вы знаете, я сейчас не могу сказать, какие перспективы, потому что мы не знаем, по каким основаниям нам отказали. Поскольку уже было одно решение вынесено не по данному делу, а с другими требованиями. Нина Антоновна обращалась о признании сделки несоветельной. Ей в этом иске отказали. Возможно, но мы предполагаем. Сейчас фактически квартира ей не принадлежит. Предполагается, что бывший собственник в этой квартире остается жить. В договоре купли-продажи прописывается, что в этом помещении остается проживать такой-то гражданин пожизненно. Так вот, причем, когда договаривались они с Ниной Антоновной, он как раз говорил о том, что существенным условием договора купли-продажи, то он сам пояснял в суде, будет как раз факт того, что Нина Антоновна остается проживать при обращении к юристам. Как он сказал, что готовил договор купли-продажи, об этом ему было сказано. Там просто было написано, на момент сделки в этой квартире проживает и все. Это на самом деле нетипичная история с пожизненной рентой. Чаще случаются другие неприятные ситуации. Какие обычно в практике бывают подводные камни с договорами пожизненной ренты? Во-первых, я хотела бы прояснить некоторую ситуацию, что фактически имел место быть договоры пожизненного содержания сожидевения, как раз таки в котором указывается как существенное условие, это обязанность платящих ренты, именно содержать пенсионеров, продукты покупать, ремонт делать, медицинское условие обслуживание оказывать пенсионерам. И по указанному договору, который является разновидностью пожизненной ренты, как вид пожизненной ренты, передается только недвижимое имущество, что имело место у нас в данной ситуации. Это была передана квартира, платились платежи, как я прояснила у Нины Антоновны. Какие существенные условия, я проясню именно договоры пожизненного содержания сожидевением, которые чаще всего заключаются с пенсионерами, которые оспариваются в суде, не именно договоры пожизненной ренты. Потому что по договору пожизненной ренты может также передаваться и движимое имущество. Это немножко другая разновидность. То есть на самом деле что угодно от старых жигулей до домика в садовом участке? Что касается пожизненной ренты движимого имущества, ну даже, допустим, дорогостоящий автомобиль, то экономически нецелесообразно передавать движимое имущество. Никто реально в жизни этим не пользует. Так что деньги можно передавать. Давайте про экономическую целесообразность. Попросим Светлану нам нарисовать на цифрах, наглядно объяснить. Экономическая выгода пожизненной ренты, она в чем? Экономическая есть, да. Доска фломастера. Давайте, если мы возьмем, это будет рента. Не видно, я попрошу вас или другой фломастер взять, да? Да, давайте другой возьмем. Вот так. Это рента, а это ипотека. Рассмотрим в этом ракурсе сравнение. Если учитывать, будем рассчитывать из двухкомнатной квартиры, находящейся в вполне приличном районе города, это где-нибудь примерно юго-запад, двухкомнатная квартира, стоимостью нормальная квартира, двухкомнатная в среднем стоит 3 миллиона 100 тысяч рублей, вот из этого расчета мы с вами будем рассчитывать. Если рента, то это примерно будет миллион 400, ну вот такая цена будет примерно, то есть вы уже видите соотношение. Квартира будет стоить миллион 400? По ренте квартира будет стоить миллион 400, то есть соотношение уже видите, да, практически в два раза она дешевле, чем квартира, которая будет продаваться по чистой продаже. Но нельзя говорить, что эта квартира обойдется покупателю в миллион 400, потому что он заплатит за... Нет, сейчас мы все расходы с вами сделаем и напишем. По ипотеке, даже если мы возьмем сравнение с ипотекой, да, все равно встает вопрос, что же все-таки выгоднее, ипотека или рента. По ипотеке, если мы возьмем квартиру за 3 100, то получается 30 процентов, первоначальный взнос будет составлять 960 тысяч рублей. Примерно мы из расчета 15 лет выплаты ипотеки, из расчета 14 процентов годовых, это будет ставка, у нас получается ежемесячный платеж примерно 28 тысяч рублей, 28-29 тысяч рублей. И вы уже сами видите, что в этом случае, если люди будут 15 лет ежемесячно, а в году у нас 12 месяцев, оплачивать вот эту сумму, да, у нас с вами чистая переплата выходит в 3 миллиона рублей. И в конечном итоге... Еще одна такая же квартира. Еще одна такая же квартира. В конечном итоге двухкомнатная в Юго-Западе нам будет с вами обойдется примерно в 6 миллионов 100 тысяч. Сценарий с рентой. В сравнении с рентой. Что по ренте мы видим? Какие расходы несет у нас человек, который приобретает данную квартиру? Это нотариус, расходы по нотариусу, расходы по регистрации и переходу права в регистрационной палате. А вы, пожалуйста, погромче свои корректировки вносите. Я хотела бы внести корректировку, что с 1 марта 2013 года договоры ренты регистрируются только у нотариуса, госрегистрации нет. Вычеркиваем, не вопрос. То есть идет нотариус, так и ежемесячный платеж по квартире будет составлять. Если это двухкомнатная квартира, это коммунальные платежи, это в пределах 3-4 тысяч рублей ежемесячно. Подождите, то есть рентоплательщик оплачивает только коммуналку? Получается, если мы с вами берем из расчета, что у нас с ним договор не пожизненного содержания, а просто договор ренты, он встречается, получается, с рентой, со своим собственником квартиры, встречается один раз, когда заключает договор у нотариуса. Далее он вот эти же деньги может проводить это все по интернету, оплачивать. Больше он с ним не встречается. Мы сейчас рассматриваем недоговор ренты с пожизненным содержанием. А как вопрос срока здесь решается? С ипотекой все понятно, 15 лет и квартира твоя, а здесь? Ну, не хотелось бы об этом говорить. Речь идет о здоровье человека, который будет проживать в этой квартире. Ну, следовательно, и срок из этого исходит. Да, вы, пожалуйста, подключайтесь активно к разговору, не будете говорить громко. Что касается ренты, опять же, вот две разновидности. Если мы просто исходим из ренты, которая заключается, у нас постоянно есть такой вид, то есть тиреобесрочная рента, там обязательным условием в договоре является ежемесячный платеж, исходя из прожиточного минимума. Да, я бы там забыла сказать, что да, не минимум. То есть сейчас, на данный момент, этот прожиточный минимум составляет 6705 рублей. Если мы исходим 6705 рублей. Да, это касается просто вот ренты, которая бессрочная. Если мы заключаем договор ренты пожизненного содержания с сождевением, как вот разновидность, которую я указала, там два прожиточных минимума, то есть средний расчет исходится из того, что нужно оказать пенсионеру и медицинское обслуживание. Бывают и дежды обувь купить, и питание купить. Все это прописывается отдельно, вот вы говорите, все это индивидуально, да? Да, это есть. Что может там быть прописано? Да, существенные условия, да, я, наверное, быстро проговорю по существенным условиям. То есть, во-первых, пенсионеры должны понимать, что данные договоры заключаются у нотариусов. Это основной момент, и то есть желательно, чтобы пенсионер, ну может быть, как вариант, не к предложенному платежчику ренты нотариусу поехал, а сам нотариус выбрал. Наталья Аркадьевна, ну очень часто нотариусы оказываются тоже не самыми, не знаю, чистыми на руку людьми, потому что... Мы не будем их, наверное. Я бы не хотела так... Да, мы не будем так говорить, потому что, может быть, какой-то подставной человек вообще оказаться. Нет, нет, тут немножко дело в другом. Ну, поразовала. Понимаете, нотариус, когда приходит к нотариусу заключать договор с пожилым человеком, либо любую сделку совершать именно у нотариуса, то задача нотариуса состоит в том, чтобы понять, где способен ли человек, и это самое главное условие. И, в общем-то, достаточно определить это по внешнему виду, и задают какие-то вопросы этому человеку, и нотариус уже, как правило, человек опытный, понимает человек, зачем он пришел к нотариусу, что он собирается делать или нет. И если у нотариуса появились какие-либо сомнения, то он обязательно направит этого человека с тем, чтобы он принес ему справку о том, что он не состоит на учете у психиатра. Но если бы все так происходило, как вы рассказываете, то, наверное, не было бы этих историй, когда появляются неожиданно родственники и наследники, выясняется, что бабушка была не в своем уме, когда оставила подпись. Такие факты есть? Есть факты, и параллельно завещания пишутся. Я смотрела судебную практику, начинают оспаривать после смерти и договоры ренты, и последующие завещания. Недобросовестный нотариус? Недобросовестная работа нотариуса? Я бы не сказала, что это недобросовестная работа именно нотариуса, потому что, как я сталкивалась с ситуациями, и бывает, конечно, бывает и со стороны пенсионеров, когда также, например, обещают соседям, что да, мы заключим договор пожизненного содержания с сожидевением, на самом деле пишут завещание, а соседи думают, что... То есть обратная ситуация тоже имеет место быть. А знают ли вообще горожане, что такое договор пожизненной ренты? Наш корреспондент Настя Матвеенко сегодня вышла на улицы Екатеринбурга и спросила екатеринбуржцев, что такое пожизненная рента. Смотрим опрос, продолжаем наш разговор. Здравствуйте! Мы, как обычно, собираем мнение о утерке. Жилищный вопрос можно решить без получения наследства, без ипотеки и без больших финансовых вложений. В моду входит пожизненная рента. Что это такое, спросим у наших горожан. Каждый месяц, видимо, что-то выдают. Ну, денежку. Это как пожизненная кабала, что ли? Так, больше никак. Должен за что-то пожизненное. А кому? Государство, кому еще? Ухаживание за больными, наверное, с условием, что квартира в дальнейшем перейдет к тебе. Ухаживание, содержание человека по старости. А как вы получаете мошенничество в такой ситуации? Ну, это только юридически оформлять документы. Это когда человек большую сумму в банк положил, и на проценты живет все до конца жизни. Это передача пенсионерам жилья кому-то с условием, что кто-то будет посмертно за ним ухаживать. А в случае мошенничества бывает в такой ситуации? Конечно, вы прекрасно знаете об этом. Как находят друг друга на этом рынке покупатели и продавцы, рентодатели и рентоплательщики? Как это происходит? Это у меня вопрос. Ну, это всем вопрос, кто может ответить. Ну, как правило, это соседи. Это, как правило, соседи или какие-то знакомые. Чаще всего это так. Либо это люди, которые специально изучают рынок именно в этой части, да, и находят одиноких людей. Ходят, уговаривают, не то чтобы уговаривают, а в доверии, что ли, к этому человеку как-то… Внедряются. Ну, не внедряются, а беседуют, разговаривают, какое-то расположение к себе от этого пенсионера, а потом в дальнейшем уже заключают договоры. Я просто сталкивалась с такими людьми, с бабушками, которым ходят. Ну, чаще всего это все-таки есть у нас такие организации, которые занимаются заключением вот таких договоров. У них, безусловно, есть свои специалисты, либо кто-то из риэлторов, либо свои специалисты, которые у них работают. Они как раз занимаются поиском таких граждан. Понятно. Какие опасности есть у человека, соблазнившегося вот этой цифрой в миллион четыреста, которая в два раза, будем говорить, меньше обычной рыночной? Какие риски? Вы знаете, на самом деле договор ренты – это не такое страшное мероприятие, как его сейчас рисуют. Просто недобросовестные люди, воспользовавшись таким договором, они попадают, в общем, при подписании договора такими людьми, этот договор подпадает под риски. Но на самом деле это хороший такой инструмент, который был принят с принятием нового гражданского кодекса. Ну, бессмысленно говорить, что на самом деле, если хороший инструмент не работает в нашей действительности, то какой бы он хороший ни был, какие есть конкретные риски, что может произойти? Появятся родственники? Да, я хотела бы высказаться по этому поводу. На самом деле, да, на первый взгляд этот договор кажется рисковым, поскольку люди полагают, что размер рентных платежей может оказаться либо больше, либо меньше стоимости имущества. И на первый взгляд возникает сомнение у людей, что может быть квартира оказаться дороже, чем она стоит, либо наоборот меньше пенсионер посчитает, что выплаты. Какие риски возникают? То есть, во-первых, в качестве существенного условия договора необходимо прописать общий размер рентных платежей, то есть вот эту общую сумму. Рентные платежи выплачиваются раз в месяц. А как их можно прописать, если, простите, речь идет о жизни пенсионера, как я понимаю? В гражданском кодексе, вообще-то этот вопрос регулируется главой 33 гражданского кодекса, частью 2. Там, как основание прекращения договора пожизненного содержания с сождевением, в качестве основания прекращения указывается смерть гражданина, и в этом, в принципе, ничего такого страшного нет. Но при этом... Гражданин может умереть через 2 года, через 5 лет, через 30 лет. Что касается, вот, кстати, вот если умирает гражданин, что касается наследования по этому вопросу, то есть переход права собственности к плательщику рентой не прекращает его обязательства выплачивать ренту наследникам. То есть вот такой момент и есть. Ну, как правило, речь идет об одиноких пенсионерах, у которых нет наследников. Ну, вот в случае Нина Антонова, у вас наследников нет. Ну, в том-то и кажется, вот этот мнимый риск договора, но на самом деле не так все страшно. Индексация вот этих платежей, которые получает пенсионер, она как-то прописывается? Потому что что, значит, сегодня 4 тысячи, что, значит, послезавтра, совсем другие деньги? Да, то есть в законе, в гражданском кодексе напрямую прописано условие о том, что подлежит индексации платежей. И я хотела бы все-таки внести ясность о том, что договор пожизненного содержания сождевением минимальный платеж составляет 2 прожиточных минимума. То есть это 6705 рублей, умноженных на 2, это у нас получается. 12 тысяч? Не 12, там получается у нас, 13, 410, да. То есть это минимальный размер платежа, который должен наноситься. И опять же, пенсионеры вправе отказаться от этого договора, вернуть собственность обратно, если содержание выполняется недолжным образом. То есть желательно для обеих сторон в договоре четко прописывать, какое содержание, что конкретно, вплоть до того, сколько раз питание горячее предусмотрено. Даже такие случаи есть и сегодня в практике. Мы будем говорить прямо, не в обиду Нине Антоновне. Все-таки пенсионеры такая очень деликатная категория, очень специфический контингент, работать с ним сложно. Что значит недолжным образом? Да что угодно. Не так посмотрела, вот тебе недолжным образом пошли разрывать наш договор. Да, обратная ситуация, обратная ситуация, когда из желания расторный договор какие-то обстоятельства меняются, вдруг может быть родственники появляются. Например, пенсионеры просто не открывают двери и платежщики ренты не могут оказать им те, выполнить те обязанности, которые предусмотрены договором. То есть продукты не могут передать. Но опять же, есть еще такое условие в Гражданском кодексе относительно данного вида договора, когда содержание может быть заменено денежным эквивалентом, денежной суммой. И вот опять же такой двоякий момент, согласие получателя аренды для этого не требуется. То есть тоже прописывать в договоре, поскольку зачастую нашим бабушкам и дедушкам нужен именно уход, в первую очередь уход. Нина Антоновна, что нужно было вам, когда вы соглашались вот на этот договор? Что для вас вот таким решающим стало аргументом «да, я подпишу»? Я часто болела. Эта соседка всегда ходила ко мне в больницу. Мне нужно было, чтобы она продолжала вот это. Я сделала операцию в 2009 году и болела часто. Она медицинский работник, она помогала мне, чтобы лекарства давала. У меня нет счетчиков, я думаю, они мне помогут поставить, потому что я уже ушла из школы из-за зрения. Не работала в школе, не преподавала. И вот, значит, обещания вот эти. Я поверила этим обещаниям и подписала этот, думала, что это действительно этот договор ренты. Социальный работник не мог помочь вам? Он ко мне не ходит, я не видела ни разу. Я не знаю о социальном работнике. Я еще сама работала. Я работала индивидуально с мальчиком. Он у меня был первоклассник. Там не надо было ни планы, ничего писать. Просто мы с ним ходили. Отправляла его на английский дважды. В бассейн возила, в театр возила. Ну вот у меня очень много примеров таких. У меня есть подружка, которая также оставила соседям. И они до сих пор ей помогают, продукты носят. Ходят к ней в больницу. Она лежала недавно. Диабет у нее. Приходили, ходят к ней в больницу, ухаживают. Вторая девушка так же. И окна ей сделали. А я... Инна Антоновна, вот к разговору о пожизненной ренте. Вы сейчас что посоветуете пенсионерам, которые не прочь получить дополнительные деньги к своей небольшой пенсии? И вот то самое внимание и уход. Вы посоветуете заключать такие договоры по пожизненной ренте или нет? Нет, не посоветую. Даже вот под надзором, под контролем опытного юриста? Нет, под контролем опытного юриста можно это сделать. А так как мне забегут, пообещают, уйдут, поехали даже с ним. Значит, и то по дороге обещал. Вы куда-то собираетесь? Я съездила в Турцию, у меня были деньги. И... Ой, да вы что, мы вам добавим, если не хватит на путевку. Все сделаем, все добавим. И я действительно поверила. Откружили меня теплом и любовью. А сейчас как? Как вы общаетесь? Она говорит, что они уехали, продали квартиру. Поменяла она телефон и почему-то написала на этот суд, что по-прежнему мы с ней хорошо общаемся. Но я не могу с ней общаться. На работу мне звонить неудобно. Понятно. Зрители пишут, если бы еще кто-то контролировал все эти организации и как выполняются условия аренды, то может и было бы... Нотариус? Нотариус все-таки. Нотариус выявляет. И сейчас даже напрямую нотариусы запросы делают. И регистрационную палату, но эти договоры не регистрируются. Но тем не менее добросовестные нотариусы, если это действительно нотариус, а не какое-то подменное лицо. Потому что может быть все, что угодно. Они проверяют условия договора и разъясняют. Подводя итог, ваше мнение. Можно отважиться на договор по жизненной ренте? Или все-таки не стоит? Ипотека пусть дороже, но надежнее. Я считаю, что возможно. Но институт все-таки должным образом, вот институт ренты, он на данный момент не урегулирован. То есть очень много непонятных моментов. Еще один момент, который бы я также хотела уточнить. То есть, что касается возбуждения уголовного дела, то в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, сообщение в СМИ о преступлении является поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Так что наш сегодняшний сюжет вполне возможно и явится вот этим поводом для того, чтобы все-таки правоохранительные органы обратили внимание на ситуацию. Не в гражданском порядке, а уже в уголовном порядке решать. Да, да, да. Это прямо прописано в ВПК как повод для возбуждения уголовного дела. Если подвести итог, коротко, резюме, все-таки на договор по жизненной ренте отважиться и пенсионерам, и тем, кто хочет купить квартиру, можно, но при каких условиях, вот по пунктам? Вы знаете, я бы немножко по-другому сказала, потому что вообще в договор ренты вкладывают люди деньги только потому, что они у них есть. Он не может подменить и не заменить. То есть это не решение квартирного вопроса, это инвестиция? Договор ренты заключают только те граждане, у которых есть свободные деньги. И при этом они являются постоянными рентоплательщиками в этом случае. Это и бизнес, по большому счету. Если этот бизнесмен сохраняет договорные условия, то в принципе все в порядке. Но я хотела бы все-таки, а я второй стороне медали сказать о наших бабушках и дедушках, которые злоупотребляют своим правом. Зачастую такие тоже есть. Вот мой коллега уже говорил о том, что они, заключая договор ренты, одновременно оформляют завещание. Причем прекрасно себя чувствуют, для них тоже это бизнес. К сожалению, это тоже есть. Поэтому не надо говорить, что одна сторона плохая, другая сторона обязательно хорошая. Разные есть случаи, разные примеры. И поэтому тот, кто собирается заключить такой договор, в принципе я рекомендую это делать. Потому что есть вынужденная ситуация, когда договор ренты необходим прежде всего пожилым людям, у которых нет близких людей. В дом престарелых устроиться практически невозможно, а уход, забота и внимание. И даже вот так вот побеседовать с человеком просто необходимо. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. От пожизненной ренты плавно перейдем к отношению полов. Впрочем, в ирландском танце мужчины и женщины делятся весьма условно. В пляс спустилась Мария Козлова и камера нашего проекта «Уралдог». Мы очень рады видеть вас всех на замечательном международном фестивале «Самайн Кельский Хэллоуин». Здравствуйте! У нас уже на сцене замечательное Екатеринбургское трио «Белл Тайм». Мы будем танцевать под замечательную полечку. В исполнении «Белл Тайм», которая под одной из самых известных ирландских полек под названием «Балли Дезмонт». Не стесняемся, выходим. Что делать? Я расскажу. Мы будем с вами танцевать полечку. Называется она «Милитари Ту Степ». Армейский Ту Степ. Мы начнем с самого интересного. Мы возьмем девушку поближе. Вот так. Правой рукой за талию, а левую руку партнерство девушка положит на плечо партнера. Что важно, как в ирландских танцах отличить мальчика от девочки? Да, я расскажу. Не так, как вы думаете. На самом деле вариантов... Вариантов немного, и все они довольно однозначно. Так вот секрет ирландского полового и гендерного различия. Если у вас есть кто-то в правой руке, вы мальчик. Если вас держат за левую руку, вы девочка. Вариантов нет. Мы с вами выставим ногу мальчику и левую девушке. Правую вот так, пяточка. А потом поставим на носочек. И получится два раза. Раз, два. Раз, два. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Развернулись. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И взялись за две руки. Мы будем делать так. Мы будем прыгать на двух ногах сначала. А потом пинаться мальчики правой ногой налево. А девочки тоже правой ногой налево. А если дорогие музыканты из Бельтайн нам помогут и сыграют буквально начало полечки, мы попробуем это сделать под музыку. Ну и потом уже выучим последнюю часть и будем танцевать целиком. Итак, давайте пробовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Спасибо всем. Танцы сегодня еще будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле никакой войны полов не будет, считает наш блогер и философ Александр Перцев. Он уверяет, что засилие компьютеров и социальных сетей приведет к тому, что люди вовсе перестанут размножаться. Ну и, соответственно, разговора о дискриминации чьих-либо прав просто и не может быть и речи. Посмотрим блог и начнем разговор про феминизм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть такая книжка у кого-то из американских социологов. Называется она «Одинокая толпа» или «Толпа-одиночек». Очень хорошее такое название. Потому что сегодня появляется новый какой-то класс. Наши братья-китайцы это все прочувствовали. Они тоже переходят от социализма якобы к якобы капитализму. У них вдоль дорог стоят такие простые совершенно щиты, на которых написано «Богатым быть почетно». А другие щиты говорят «Женщина, которая к 35 годам не завела семью, не нарожала детей, достойна презрения, даже если она крупный руководитель». Ну, я прям хочу сказать, что к мужчинам относится все то же самое. Сегодня есть поколение в постиндустриальном обществе, которое сразу же рождается около компьютера. Недавно мне относительно подарили такой чудовищный подарок. Это плитка для разогревания кофе, которая втыкается прямо в компьютер. И это символ сегодняшнего семейного очага кулинарии. Человек сидит, разогревает себе кофе, общается с какими-то вымышленными людьми. Раньше для этого все было проще. Использовалась бутылка водки. Накатил и уехал в какие-то вымышленные виртуальные миры. И спросил, ты меня уважаешь? Какие-то мутные личности сказали, уважаю, а ты меня уважаешь. Сейчас это все заменяет социальные сети. Там нет никого из того, с кем вы якобы общаетесь. Там есть какие-то непонятные портреты, которые выполняют нашу потребность в любви, удовлетворяют нашу потребность в уважении. Но вот размножение, оно вообще говоря, не предусматривается, потому что, в общем, вся техническая сторона дела, всякие компьютеры, гаджеты и все прочие вещи, они нужны именно для того, чтобы достиг человек какого-то предела и больше не размножался. Чересчур интеллектуальный ты, все, хватит. Размножение твое положен придет, приходит следующая волна, которая ничего не знает, но которая обладает мощной витальной силой для размножения. И вот она не различает уже индивидов. Она все время ходит по пять, по шесть человек вместе. Вот эти пятеро или шестеро – это такая коллективная личность. У них одинаковая мода, они слушают одно и то же, одеваются одно и то же, но индивидуальности здесь нет. Знаете, вот про птиц говорят, чтобы птицам полететь в перелет, надо, чтобы их собралось достаточное количество, тогда у них якобы интеллекту хватает. Одна птица не летит в перелет, два не летит вообще, каких-нибудь мелких, две особи. А вот все вместе собралось их 300 человек, полетели. Так вот, иногда бывает такой же коллективный интеллект у людей из неразвитых обществ. Ну и наконец-то начнем разговаривать про феминизм. Сегодня в редакции нашего любимого публицистического журнала «Урал» прошла жаркая дискуссия, посвященная статье писательницы Елены Георгиевской с заголовком «Почему я феминистка?». Представительница феминистического движения Екатеринбурга. У нас сегодня в гостях две очаровательные девушки из группы «Радикальный феминизм». Здравствуйте. Нина Александрова, Ксения Кабанова. Здравствуйте. Психолог Оксана Собина поддержит наш сегодняшний разговор и ведущая женских тренингов Алиса Юдина. Здравствуйте. Если коротко, вот объясните, пожалуйста, кажется, что в современном мире женщина может и голосовать, и принимать участие в политике. Попробуйте Мизулиной и скажите, что она не может, в чем-нибудь ее права ограничены. Машину возим, что еще? Работу выбираем себе сами, карьеру строим сами. Какие права и свободы попраны? Ну, я на самом деле, поскольку только что пришла с очень такого горячего и интересного обсуждения, могу сказать, что там это, естественно, была первая тема, которую поняли, и первая же тема, на которой нашлось очень много откликов. Непосредственно о том, в каких моментах наблюдается, во-первых, сугубо правовая дискриминация женщин. Оказывается, наблюдается она очень даже хорошо, и многие участники, участницы приводили примеры этому. То есть, в первую очередь, это связано с приемом на работу, сегрегацией на рабочих местах. Ну вот согласитесь, вот вы приводите в пример депутатов, все-таки от депутатов, женщин среди депутатов, там не то, что 50%, и даже не 40-60%, и даже не 20-80%, а процентов так, наверное, 5, да, если вообще там не один. То есть пробиваются только такие, как Мизулина? Ну, то есть это скорее такое очень, очень, очень редкое сообщество, очень редкий такой момент, чем вот какой-то, какой-то вот такой постоянный тренд. Опять же, в связи с приемом на работу, да, часто женщины подвергаются дискриминации, когда девушка приходит на собеседование, говорят, хм, так, а вы девушка, так, а вам сколько лет, так, а вы, вот у вас есть там молодой человек, вы там, наверное, замуж собираетесь, а когда вы собираетесь рожать, так, сколько у вас там, ну нет, наверное, мы вот не будем вас брать, вот вы как бы опасный элемент, еще уйдете от нас декрет, там, не-не-не, наверное, все-таки мы вас не будем на работу брать. Вот, Нина, ну это вот какие-то вы общие вещи говорите, вы сталкивались в своей жизни в каком-то смысле, такие вот как бы моменты. Безусловно, не могу не упомянуть о психологическом моменте, о, когда, допустим, там, там, девушку в разговоре вполне могут, там, не знаю, не принять всерьез, а дернуть, еще там что-то там такое сделать, мотивируя это тем, что вот она там девушка, там, не знаю, вот она там, не знаю, там, что она там стереотипов, жертва стереотипов, жертва стереотипов, самые натуральнейшие. Я демонстрировала агрессивную сексуальность с большим удовольствием, но со временем я созрела стать блондинкой, потому что я почувствовала, что утихли мои эти протесты, какая-то внутренняя, какая-то заявка, самоутвердиться, вызывающая заявить о себе мягкое женское начало. А про феминистические протесты у нас на экране разные фотографии с разных феминистических акций. Вы что думаете? Это акция, вот такие акции, это всегда слово борьба. Все, где борьба, там женского начала точно нет. Женщина добивается своих интересов и реализации своей счастливой женской жизни и успешности своей из женских энергий. И поэтому у меня, я сама так живу и в своем любимом деле я убеждаюсь, насколько это работает и насколько это эффективно. Агрессивность, борьба, чего-то доказывать в конфликте, в протесте, в вызове, это не женская позиция, не женский выбор. Это мужская история. А где женщина уходит в мужское начало, она на равных с мужчиной, какая, вот слово феминизм, основа, да, феминия, феминия, это женщина. Вот, по-моему, тут вообще для феминисток такой большой подвох. Противоречие, заложен в самом названии. Такой подвох и конфликт. Девоньки, феминизм, это от слова женщина, женская. Идите, изучайте женское начало и реализуйте себя через это. Через женское начало можно быть успешной, состоявшейся, амбициозной, честолюбивой, самодостаточной. Ну, я точно знаю это, это работает, я сама так живу. И мои ученицы в нашем центре женском, они добиваются через это, всех своих целей, задач и успехов. Оксана, вот с точки зрения психологии, Нина сказала, что очень много стереотипов есть, вот какое-то давление. Действительно есть, обращаются ли к вам, не знаю, женщины с вот какими-то подобными ситуациями, на которых давят стереотипы, которых гнетет, может быть, консервативные, может быть, патриархальные, около нашего общества. Ну, есть такая проблема, на ваш взгляд, как практикующего психолога? Ну, вот прямо, чтобы с проблемой обращались, что гнетет патриархальное общество, а такого прямо нет. Обращаются, ну, с чем-то попроще, там, проблемы в семье, проблемы с работой, ну, то есть, что-то такое, очень вот приближенное к реальности. Ну, вот дискриминация социуми, говорят, нам приводят факты. Ну, общее понятие, да. Это юридически, наверное, нет, потому что депутатом ведь может женщина стать. Другое дело, почему не становится. Ну, тут, как бы, можно рассмотреть, наверное, много разных причин. То есть, туда нужно, может быть, нужна борьба, чтобы туда пробиться. Но не все мужчины туда пробиваются. На самом деле, это очень хорошо, что среди женщин нет много депутатов, на мой взгляд. Ну, я не знаю, с другой стороны, в принципе, права-то есть. Есть ведь женщины, премьер, министры, то есть, они добиваются этого. Есть женщины, депутаты, а сколько женщин на руководящих должностях. То есть, все заведующие детских садов, почти все директора школ. Вы в унисон с нашими зрителями, Антон Двоеглавов пишет. Это возможность. Вы про проценты лукавите, а среди директоров школ и завучей кого больше? А завуч, главный страх всех российских мужчин, депутата до Чоповца. Ксения, подключайтесь к разговору. Главные враги феминистов, это все-таки мужчины? Кто это? Это патриархат, это патриархальные мужчины и патриархальные женщины. Хочу сразу заметить насчет главенства, верховенства женщин в детских садах и школах. Это происходит из-за того, что эти сферы занятости феминизированы, там низкие зарплаты, эти профессии не престижны. Как раз сегрегация, о которой я говорила, по половому признаку. Так, какие престижны, куда нас женщин не пускают? Ну, в шахту не пускают, шахта тоже не самая престижная профессия, шахтер, ну, наверное, не самый престижный специалист. Давайте не будем шахтерок. Нас не пускают во власть, самоуправление, нас не пускают в крупный бизнес, нас не пускают в естественные науки. Женщины, кандидаты наук и доктора наук, их в четыре раза меньше, чем мужчин. Нас не пускают в крупный бизнес, нас не пускают в сырьевую экономику. Во всех этих сферах топы – это мужчины, потому что это высокооплачиваемые сферы, потому что это деньги и это влияние. Если у нас нет женщин во власти, у нас нет женской политики. Женщины, которые просочились во власть, они преследуют мужские интересы, они являются наместницами мужчин во власти. Вы где хотели бы поработать и не видите такой возможности для себя? Я хотела бы работать. Нефтяная вышка, администрация президента, какая область, куда женщин не пускают? Капитаном корабля, капитаном самолета, водителем поезда метрополитена. Между прочим, был прецедент не так давно, по-моему, дело до судебных разбирателей дошло, когда девушки в Москве не разрешили устроиться помощником машиниста в метро. Там действительно такое есть. А я вот хотела бы на ваши слова ответить по поводу того, почему вообще складывается такая ситуация, что женщины хотят быть похожими на мужчин. То есть откуда вот это появляется вообще? На самом деле, согласитесь, что если женщины стремятся стать похожими на мужчин, то есть стать равными мужчинам в таком виде, то это значит, что мужчины имеют некие привилегии, некие вещи, которых нет у женщин, которые женщины не могут получить другим образом. То есть они не просто из каких-то непонятных соображений пытаются быть как мужчины. Чисто рационально, да? Да, они рационально понимают, что для того, чтобы получить какой-то вполне себе явный социальный профит, им нужно вести определенную, ну, придерживаться определенной линии поведения. Соблюдать правила. Да, соблюдать определенные правила, играть по мужским правилам в мужском обществе. И когда здесь говорится, вот вы говорите о том, что здесь женщины там забывают свою природу там и отказывают от своей женственности, здесь, на мой взгляд, просто нужно говорить о том, что женщины хотят быть, добиться успеха, да, и быть оцененными наравне с мужчинами, быть оцененными, ну, не менее, чем они. Успешными в областях, где мужчины, да, сложилось так, что мужчины в этих областях реализуются, это их мужские, видимо, да, вы говорите об области. Успешные социальные точки зрения. Да, я понимаю. И в чем вопрос? Предлагаю глаз народа сейчас послушать. Настя Матвиенко сегодня вышла на улицу Екатеринбурга, спросила, что думает город о феминизме и акциях феминисток. Здравствуйте, я Настя, и как обычно у нас традиционный опрос утерки. Женщина должна варить, убирать, готовить обеды и отводить ребенка в детский сад. А если я не хочу? А если я хочу, чтобы это делал любимый муж? Сегодня корреспонденты ИТВ вышли на улицы города, чтобы спросить у горожан, ущемляются ли права женщин в современном мире. В новых фирмах, я знаю, очень часто бывает, что там и молодым и в декреты сокращают, и не выплачивают чего-то. В некоторых профессиях все-таки женщинам нельзя работать, но это действительно очень узкий круг профессий. На работе, конечно, предпочтение отдают мужчинам, мужчину на руководящих, они получают больше, естественно. Если какой-то дороскод идет, но одежда такая, что не вызывает какой-то вульгарности, а ее нельзя как бы одевать на работе, то это, я думаю, ущемление прав. Сомневаюсь, что женщина пройдет, вернее, выборы и сомневаюсь, что она будет у нас президентом России. Очень большие сомнения у меня. Когда мужчина поднимает руку на беззащитную женщину, я считаю, что таких мужчин нужно наказывать, а у нас-то в основном безнаказанных, женщины все упрощают. Ну, как бы я не упрощала. На работу, допустим, устроиться с тебя ребенок очень сложно. Вот, если у тебя нет опыта, а это, в общем-то, связано с тем, что мы посвящаемся уже своим мужчинам, тоже устроиться. То есть, слов много, а, в общем-то, все на том же уровне. Один из самых сильных, мощных аргументов всех феминисток – это, безусловно, домашнее насилие. Статистика МВД, которую, опять же, Елена Георгиевская приводит, да, в своей статье, жуткая 36 тысяч россиянок ежедневно терпят побои мужчин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама-хранительница семейного очага Наталья Михайлис присоединилась к нашему разговору. И сразу вливаетесь со своей позиции. Вы как мама, как семьянинка, что имеете нам сказать? Ну, я абсолютно считаю, что можно прекрасно себя чувствовать в нашем мужском обществе. Общество действительно мужское, при этом можно прекрасно делать себе карьеру, создавать семью и просто пользоваться всеми благами в зависимости от того, как себя показать. Проблема домашнего насилия, она вот насколько серьезно по-вашему стоит, существует, как ее решать? Да, несомненно, она существует, но это, опять же, зависит от того, как женщина сама себя в семье поставит, да, и насколько семья будет, так скажем, счастлива и роли будут правильно расписаны. Потому что каждая семья, каждое общество имеет свои роли, да, и если люди с этими ролями согласны, они, собственно, удовлетворены и счастливы, то никаких конфликтов не может быть. На самом деле можно еще об этом. Женщина в состоянии жертвы, психотип жертвы, он всегда притягивает палача. И здесь вопрос не мужского насилия, что оголделая толпа мужчин только и стремится, как бы там обидеть беззащитную женщину. Это вопрос взять ей ответственность на себя, что мое состояние жертвы внутреннее притягивает палача. Ксения, может быть такое, что состояние жертвы? Вы транслируете самый опасный стереотип, вы транслируете стереотип, жертва сама виновата. Нет, не виновата. Что заставляет мужчину ударить её, что заставляет мужчину изнасиловать её. Она шла вечером по улице, она виновата. У неё психотип жертвы, она виновата. Как мы узнаём о том, что у неё психотип жертвы? Она была избита, всё по факту. Если она не была избита, мы не говорим о том, какой у неё психотип. Ксюша, это не вопрос виновата, а вопрос ставить его правильно. Чем я внутри себя притянула такое отношение к себе? И это уже глубокая работа. Вот зрелость личности, это взять ответственность на себя, за всё, что происходит в моей жизни. Мы не можем брать на себя ответственность на сильников и абьюзеров. Это их ответственность целиком и полностью, и нашего патриархального общества. Это не ответственность жертв. Ксения, к сожалению, время у нас неумолимо подходит к концу. Я предлагаю вернуться к нашему вопросу, с которому мы сегодня начинали нашу программу. Как вы относитесь к феминистскому движению феминизма? Спрашивали мы. Результаты сейчас увидим на нашем экране. Варианты ответов. Я предлагаю вам выбрать свой вариант. Кто-то должен защищать права женщин. Феминизм – оправдание для неудачниц. Поддерживаю их принципы, но против акций протеста. И, ну вот, коротко резюмирую. Елисеева Евгения пишет. Дорогие женщины, девушки, и же с ними. Для того, чтобы чего-то добиться, нужно много работать и много чего из себя представлять. И все двери будут перед вами открыты. Спасибо большое, что заглянули сегодня к нам. Время нашей программы закончилось. Это была сумма мнений. Сколько людей – столько и мнений. Увидимся на канале ЕТВ. В прямом эфире. До свидания.